Урожай прошлого года впечатляет очередной рекорд больше 16 миллионов тонн зерновых. В первой стране мы точно понимаем, что это часть нашей работы, которую мы должны постоянно сопровождать. Сегодня на заседании правительства рассмотрели вопрос о подготовке к весеннеполевым работам, поговорили о том, что нужно еще сделать для того, чтобы сельское хозяйство было всегда под особым вниманием органов власти. Калина Агра на рынке уже более 12 лет представлена в филиалах в городе Ростове-на-Дону, Липецк, Ставрополь и город Краснодар. Калина Агра занимается решениями точного земледелия для агрофермеров. Наши системы автовождения могут работать как от РТК станции, так и от собственных сигналов коррекции. Собственные сигналы коррекции позволяют вам перемещать технику на любые расстояния удаленности от базы, вашей лично. Калина Агра представляет такие системы, как Тримбл. Это широко известный американский бренд, который зарекомендовал себя с очень положительной стороны. В данном бренде представлены системы, как электропилотирование, так и гидравлические автопилоты. Гидравлические автопилоты больше рассчитаны на работу на тяжелых тракторах, на таких шарнировосочленных тракторах, как Кировец, Рассельмаш. Также Калина Агра представляет бренд китайского производства, происхождение. Этот бренд называется МАКС. Данный бренд отличается от всех китайских брендов тем, что он работает собственными сигналами коррекции. То есть вы можете удалять технику вне зависимости от зоны действия РТК. Сигналы коррекции у данных систем составляют до 2,5 см. По всей территории Российской Федерации уже реализовано более 2 тысяч комплектов подруливающих устройств МАКС, из которых 600 штук реализовано на территории Ростовской области. На территории Ростовской области наши клиенты приобретают эти системы, такие клиенты, как РЗК-ресурс, крупные фермерские хозяйства, мелкие фермерские хозяйства. Данная система работает с такими тракторами, как МТЗ и премиальными тракторами Джандир. Мы являемся разработчиком систем навигации для сельского хозяйства и уже начали выпускать свое оборудование на рынок. Сегодня система представляет собой целую экосистему решений, начиная от простого автовождения для различных видов техники до систем внесения, в которые мы также ведем активную разработку сегодня. Системы универсальные позволяют работать на различных видах операций, таких как сев, внесение удобрений, опрыскивание. Система достаточно развитая и сильно отличается от других систем, которые сегодня представлены на рынке. Мы можем планировать маршруты движения, линии навигации, которые с помощью программного обеспечения могут передаваться непосредственно на технику и исполняться нашим автопилотам. Сегодня мы работаем по всей стране с различными партнерами. И в частности в Краснодарском крае, в Ростовской области и в Ставропольском крае мы работаем с компанией Калина Агро, которая является нашим официальным представителем. Компания Этелма является системообразующей компанией. Мы являемся производителем электроники различных отраслей. И в частности для сельского хозяйства, для крупных заводов, для УИЭМ-партнеров. Мы производим электронику, систему управления комбайнами, тракторами, прицепными агрегатами. Система автопилотирования Этелма сегодня работает в нескольких режимах. Она работает от спутникового сигнала коррекции, что очень важно в тех местах, где сложная инфраструктура, нет доступа к интернету, или в тех местах, где сложно установить РТК станции. Также система позволяет работать в режиме РТК, то есть подключаться по радиоканалу непосредственно и давать высокую точность работы. И третий режим работы позволяет работать от так называемых ВРС-сетей, когда поправку мы получаем с помощью интернета. То есть система универсальная, может работать как от спутниковых сигналов коррекции и выдавать высокую точность. Сегодня мы заявляем порядка 5-15 сантиметров. То есть достаточно высокая точность и применяется практически для всех работ. Такая высокая точность будет достаточно. Для тех видов работ, где необходимо высокая, более высокая точность, там мы применяем, соответственно, РТК станции, либо получаем поправку через интернет. Сегодня мы представляем две основных системы. Это электрический автопилот и гидравлический. Эти системы универсальны. Мы устанавливаем их на различные виды техники и различных брендов. Как отечественные, такие как Кировец, так и Ростельмаш. То есть на различные виды техники мы устанавливаем эти системы. И сегодня мы уже ведем эксплуатацию этих систем. Мы уже начали установку и подготовку к СЕВу в Ставропольском крае с компанией «Калина Агра». Сейчас мы начали развивать новое направление, такое как сельскохозяйственные дроны, агродроны. Данная модель, которая представлена у нас на выставке DJI Agros T40, на сегодняшний день один из лучших аппаратов, позволяет вносить жидкие средства защиты растений и также сухие удобрения. Компания «Калина Агра» также разрабатывает растворные узлы на базе прицепов, в которых возможно перевозить эти дроны с генераторами и с емкостями для химии. В комплект дрона входит сам дрон, два аккумулятора и генератор для зарядки этих аккумуляторов. При продаже клиентов нашего оборудования также мы проводим обучение. Для клиентов, которые еще пока не решили, но уже планируют приобретение, мы проводим демо-показы, демо-полеты, обучение с выездами в поле, где рассказываем, объясняем, как это все работает, что это все несложно, что это все доступно, достаточно просто. Есть, конечно, нюансы, но все нюансы мы обязательно расскажем на практике. Все модели агродронов, которые нам поставляют, должны проходить обязательную постановку на учет Росавиацию. Это мы все делаем и помогаем в последующем переоформлении по договору купли-продажи на конечного потребителя. Так как я уже сказал, в комплект дрона входит сам дрон, два аккумулятора, генератор, также входит пульт. Данный пульт позволяет выполнить все необходимые операции по созданию рельефа контура поля, по созданию заданий для дрона. Можно отрегулировать норму внесения, высоту полета, скорость полета. И в конце полета вся информация о проделанной работе выходит на пульт, где можно понять, какое количество работ было выполнено, сколько химии было внесено. И вся эта информация хранится в облачном сервисе, которую можно посмотреть, поднять в любое время. Также все созданные контуры полей сохраняются навсегда и ежегодно не нужно отмерять эти поля. Можно использовать данные контуры полей в любое время, каждый год, без создания новых. Представляем бренды дружественных нас стран, в частности Китая, и то, где мы с вами стоим, мощный китайский комбайн Яфы. Опять же, вследствие принятой программы модернизации сельского хозяйства Китая, в Китае сейчас очень много производителей занимаются разработкой мощных комбайнов. Но данный комбайн является пока единственным серийным в мощности в классе 300 лошадиных сил. То есть остальные модели пока это новые машины, которые только тренируются, только создаются, только анализируется их работа. Данная модель комбайна выпускается с 2018 года. Он в серию идет, то есть он уже хорошо испытан, опробован и доделан аграриями Китая. Теперь он попал на российский рынок. Я бы назвал, наверное, мощность порядка 300 лошадей с комбайнами самой большой популяции в России. 300-300 плюс лошадиных сил. Это самые востребованные машины и самые массовые машины в России. Поэтому все зависит, конечно, от набора сельхозкультур. Зависит от региона, то есть от потенциала земли. Но я скажу, что, наверное, экономически уже от 300 гектаров владения я бы рассматривал данную машину. Я бы здесь, наверное, сказал в целом о машиностроении Китая. Китай, вообще китайские инженеры, они обладают одним очень интересным свойством, очень хорошим анализом вообще всего мирового машиностроения. И ничего не мешает взять передовой опыт, успешный передовой опыт других стран и реализовать у себя это, но только со своей энергией, со своей скоростью. Поэтому данная машина, это вот сама концепция была разработана еще в 20 веке, скажем так, в 70-х годах американской компанией роторный обмолот. Ну, то есть те, кто придумали ротор. И вообще тенденция мирового комбайнового строения, она все-таки имеет роторную направленность. Все потихонечку переходят на ротор. Ну, есть определенные моменты с точки зрения бережности отношения к культурам и производительности, и КПД. Ну, и, собственно говоря, и Китай в этом подвержен этой же тенденции. Он взял популярную эффективную схему роторного обмолота, реализовал ее у себя со своим инженерным подходом. Вот, протестировали, запустили. За пять лет были устранены все какие-то недочеты, которые возникали. И сейчас это хорошо работающая серийная машина. Изначально вообще Китай сельскохозяйства отличается от российского. То есть это небольшие площади, небольшие кусочки земли. Поэтому мощные машины не очень востребованы, кроме там двух-трех северных провинций, где земля, в частности, граничит с Казахстаном. Там очень похожая земля на площади на наши. И эти машины выпускались именно для этих земель. Но сейчас, в данный момент, в связи с модернизацией сельского хозяйства, в связи с укропнением, потому что Китай смотрит, Китай учится, Китай модернизирует сельскохозяйство с целью повышения эффективности, чтобы лучше следить за севооборотом. И для этого нужно определенное укропнение хозяйств, для этого нужны более мощные машины. Собственно говоря, вот это один из флагманов китайского рынка. Но, повторюсь, на данный момент, это единственная серийная машина в такой мощности. Мы все ожидаем от китайской техники невысоких цен. Мы понимаем, почему. Потому что производство в такой мощной индустриальной стране действительно имеет право быть дешевле. И так оно и есть. Вот данная машина, в зависимости от комплектации, от набора жаток, до 20 миллионов рублей. Мы участвуем второй год уже на выставке. Мы представляем здесь свою продукцию. Являясь семеноводческой компанией по производству семян яровых и азимых культур, такие как пшеница азимая, мягкая, твердая, третикалия азимая, ячмень азимая с этого года. Из яровых культур мы выращиваем нут, горох, лен, сою, твердую яровую, мягкую яровую пшеницу. Всю нашу продукцию мы представляем здесь на выставке. Объем нашей продукции по сортам очень широкий. Здесь, наверное, важно сказать, что мы ведем сотрудничество с ведущими селекционными центрами. Это Национальный центр зерна имени Лукьяненко, АНЦ Донской, Институт Калининенко, также Всероссийский институт масличных культур Пустовойта. По семенам нута мы ведем сотрудничество со Ставропольским институтом. Семена гороха у нас представлены. Это селекция Германского семенного альянса, локализация семян которых, семеноводство которых уже находится на территории Российской Федерации. И в целом вся линейка сортов по всем культурам, она отечественного производства. Спрос с каждым годом меняется, и спрос на семена по культурам сильно связан с маржинальностью той или иной культуры в целом. Но в этом году спрос увеличился на яровые культуры, такие как лен, нут, появился интерес к сои, повысился интерес к яровой твердой пшенице. И конъюнктура рынка по семенам, она меняется. Если говорить о семенах яровых культур, здесь логистика достаточно широкая. Семена мы в этом году реализовали в Татарстан, в Центральную полосу, в Тамбовскую область и в Курскую область. Это что касается расстояний. Основная зона реализации семян – это, конечно же, Ростовская область. Большое значение при выборе места, где покупать семена, имеет техническое оснащение предприятия и также подходы к оценке качества продукции. Помимо того, что необходимо, конечно, оценивать выращенный семенной материал. Если говорить о качестве подработки, большинство семенных компаний на сегодняшний день работают на современном оборудовании. То есть в этом плане мы не выделяемся. Что касается сервиса по обработке семян именно протравителями, на сегодняшний день у нас очень хорошее оборудование, особенно на мелкосемянной линии. Это машина Густелсен, которая нам позволяет качественно протравлять не только зерновые, зернобобовые, но и мелкосемянные культуры с высоким качеством. На сегодняшний день это очень сложно делать. Мы ведем контроль качества семенного материала, далее идет контроль качества произведенной продукции у себя, и только потом образцы семян попадают в аккредитованные госучреждения, на основании которых мы получаем сертификаты. Самое главное, чем мы отличаемся от остальных компаний, это то, что у нас есть производственная лаборатория, в которой мы способны оценивать селекционные достижения в сравнении. У нас большая коллекция сортов всех культур, которые мы выращиваем, что для производства, что для семеноводства. И мы способны оценивать эти сорта объективно в условиях наших хозяйств и давать на основании этих же заключений рекомендации нашим сельхозтоваропроизводителям. На текущий момент мы сделали акцент на семена гороха. Семена гороха. Мы проводим очень много испытаний сортов различных селекционных центров и определили для себя лучшие сорта, которые у нас выращиваются в производстве на практически 90% площадей. И эти же сорта мы рекомендуем приобретать нашим сельхозпроизводителям. Вся информация о нашей продукции размещена у нас на сайте, где вы можете подробно ознакомиться. Также и цены мы публикуем еженедельно. В 2024 году мы, как и всегда, планируем два мероприятия, два дня поля. Первое – это в Зерноградском районе. На базе ООО «Донского» пройдет полевая академия, где мы представим культуры озимые, зерновые, нут, лен и горох. Это селекционные достижения плюс технология их выращивания и система защиты. И через неделю, это в середине июня, у нас пройдет второе мероприятие. Это на базе ЗАО «Вишневского» в Морозовском районе. День поля «Эрза Агросемена». И там мы представим большую коллекцию сортов селекции Национального центра зерна и АНЦ «Донского». Ну и также технологию возделывания озимых зерновых культур. Представляем на данной выставке обновленную очесочную жадку с 7-метровым захватом. Что мы можем сказать по машине? Машина достаточно глубоко модернизирована. В этом году мы представляем жадку именно уже с колесными парами, с системой копирования. Жадка удовлетворяет всем требованиям аграриев, которые на данный момент выставляют нам, предъявляют как заводу-изготовителю при изготовлении данных машин. То есть по потерям, по производительности жадка отличается от своего предшественника. В лучшем направлении, процентов на 20, машина работает лучше. Чем отличается данная машина от предыдущих моделей? Это система копирования рельефа поля. То есть жадка обладает подвижной рамкой. Вот давайте сюда придем. Она имеет подвижность в горизонтальном направлении. Жадка может копировать, если брать от 6-метрового захвата до 9 метров, это до полуметра на краях в горизонтале. Эта система завязана с системой уравновешивания. Вот эти вот пружины, вы видите, с левой, с правой стороны. И с системой колесных опор, которые мы до этого видели, с пневмоблоками. Что нам это дает? Нам это дает гибкость при уборке жадки. То есть огибание различных рельефов поля, неровностей. Тем самым снижая потери при проходе данной жадки с комбайном. Чем мы отличаемся вообще от конкурентов? У нас все внутренние части жадки выполнены из нержавеющего металла. Что это нам дает? Это дает надежность, долговечность, неприхотливость работы машины. Дальше. Свои оригинальные решения по системам транспортировки. Это шнек. По систему очеса. Это барабан. Свои запатентованные гребенки, которые дают минимальные потери при уборке. Колесные опоры, подвижная рамка. То есть все это в совокупности дает нам рост производительности при уборке. Ну и преимущество перед конкурентами. Завод «Пензмарш» выпускает отчет сжатки от 6 до 9 метрового захвата. А здесь мы представляем 7 метров. По факту завод выпускает больше 30 машин в месяц. Мы удовлетворяем спрос не только на территории России, но на территории Беларуси, Казахстана и стран бывшего СНД. В принципе в этом году очень интересно, что второй день сегодня выставки. Люди подходят, люди интересуются. Спрос повышен на наши машины. Повышенный спрос, по моему мнению, заключается в следующем. Мы говорим, что очесывающие сжатки, которые мы производим, заточены под систему минимальной нулевой технологии. А что это дает аграриям? Это снижение себестоимости производимой продукции. То есть с кем я общаюсь с аграриями, у них себестоимость на килограмм в районе 7 рублей. Если работают по обычной технологии, применяя систему машин при классической технологии, обычные жатки, не очесывающие, как наши, то это в районе 12 рублей. То есть при нынешнем цене на зерно наши жатки дают большую фору для применения технологии и снижения себестоимости продукции. Мы возлагаем большие надежды на этот год. Надеемся, что и цены на зерно будут другие в этом году. В принципе, завод накопил достаточно хорошие мощности для производства данных машин, чтобы удовлетворить все потребности на территории России и стран бывшей СНГ. На данной выставке представляем жатку очесывающую ЖО-7. Ширина захвата 7 метров. Жатки себя очень хорошо показали в нашем регионе. Наша компания обеспечивает полное сервисное сопровождение данных жаток в нашем регионе. Данные жатки позволяют работать комбайном с более повышенной скоростью работы, увеличивая производительность. Данные жатки работают по зерновым культурам, а также очень хорошо они себя показали на таких культурах, как лен. Основное наше направление – это селекция сорга, как зернового, так и веничного. Это два принципиально разных направления, потому что задачи разные. В зерновом сорга у нас, естественно, основная задача стоит на получении высокого урожая. Вот это основная задача, но не менее главная, чем это сорга получить вовремя. Потому что сорга убирается очень поздно и может попасть уже, так сказать, в дожди. Не вызреть, его нужно сушить, поэтому, чтобы сорга у нас была раннеспелая. Это тоже основная задача нашей селекционной деятельности. У нас мы высеваем порядка 250 образцов каждый год. Это вот наша коллекция. Что-что? Родительские линии? Это та коллекция, с которой потом мы ведем работу. У нас сейчас пока один сорт зернового сорга. Это белая сорга, белозерная, так называемая. Я сейчас прямо вам его покажу. Вот так вот, чтобы видно было. Это белозерная сорга. Вот, очень крупная. Это тоже немаловажно, потому что чем более крупная сорга, ну, и урожайность лучше будет, но его и сеять легче. Потому что с посевом у сорга тоже есть проблемы. Вот. И веничная сорга. Вот у нас веничная сорга. Вот вы даже можете увидеть, эти семена прошли уже 5 обработок. И все равно, гляньте, какие они сорные. К сожалению, эта проблема веничного сорга, оно очень трудно обмолачивается. И очень трудно подготовить семенной материал по веничному соргу. Прям, ну, очень трудно. У веничного сорга у него другие совсем приоритеты. То есть растение должно быть высокое. Для того, чтобы растение должно быть с красивой метелкой. У растения должно быть как можно меньше узелков, для того, чтобы веник получился более красивый, более качественный. И диаметр стебля. Стебель не должен быть и толстый, не должен быть и тонкий. Также у нас порядка 200 образцов в нашей коллекции зернового сорга, которое мы также используем, веничного сорга, которое мы также используем для выведения нового сорга. Единственный минус выращивания сорга, нужно иметь хранение, потому что его нужно убрать, соскладировать. И как только появляется заявка, ну, баржа, как правило, приходит, ну, его быстренько закупщики вывозят. Урожайность порядка 50 центров, цена 10-13 рублей. Гербицид, по сути, одна гербицидная обработка с самым простым 2,4D гербицидом, и все, больше сорга ничего не требует до уборки. Также точно питание сорга, никакой там селитры ему не нужно, ничего. То есть, ну, достаточно там, можно с культивацией там дать удобрение, или к кассам его один раз отработать, и ему этого будет достаточно. Вот, поэтому сорга очень перспективный продукт, но пока им не особо кто занимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова